Итак, вы попали на курс «Основы обработки текстов», он называется и обработка, по-моему, у вас называется «Обработка текстов», он формально. Меня зовут Рудаков Денис Юрьевич, я вам буду рассказывать почти все лекции. В этом году я хотел, чтобы еще один мой студент рассказал одну лекцию про нейронные сети, но это чуть позже. Лекция у нас проходит каждую пятницу в 12.10 здесь, пожалуйста, не опаздывайте. При этом я предполагаю, что у вас есть некоторые знания с первых курсов в линейной алгебре, больше в теории вероятности, и масса статистики не знаю, сколько у вас хорошее преподавали, но вроде должно быть нормально, и будет практическое задание, поэтому вы должны уметь программировать. Я про это сейчас расскажу чуть позже. При этом, если где-то у вас что-то нет знаний, я предполагаю, что вы можете хорошо учиться и выучите все, что надо. Я вам буду стараться на пальцах объяснить, если что-то будет сложно, если будет непонятно, спрашивайте, потому что дальше я буду основываться на разных математическом аппарате, который вы должны понимать в моем предположении. Собственно, план на сегодня. Точнее, план первой лекции, у вас же две лекции. Сначала расскажу про дробня курсе и практикуме, который у вас будет. Дальше пару слов о питоне. Не знаю, вы программировали на питоне? Да. Ну, тогда по-быстрому расскажу, слайды пропустим. И дальше перейдем к основной части, это проблема обработки текстов, про что, собственно, будет наш спецкурс. Итак, как я уже сказал, есть лекция, есть практическая часть и итоговый экзамен. У вас оценка складывается из трех частей. За лекции, за посещение мне, в общем-то, все равно ходите вы или нет. Главное, как вы расскажете, как вы ответите на экзамен. Экзамен устный. То есть, вы все придете и с вами пообщаемся. И есть практическая часть, которая тоже вносит вклад. По-моему, там, формально 50 на 50. Но если вы не сделаете практическую часть вообще, то за экзамен вы получаете неуд автоматически. То есть, практическую часть надо сделать. При этом практическая часть устроена так, что она по порой входа достаточно низкий. То есть, чтобы хоть что-то сделать, нужно потратить, возможно, день. А чтобы сделать все хорошо, можно заниматься этим и дальше в свободное от работы, от учебы время. В общем, сейчас тоже про это расскажу. Вся информация по курсу есть вот на этом сайте. TPC от Esprator. Собственно, вот это можете записать только. Единственное что. Потому что там же я буду вот это видео выкладывать. Лекции или ссылки. Лекции. Там есть за все прошлые года лекции, слайды в смысле, и практически задания предыдущие. Можете посмотреть. Все лекции я каждый год чуть-чуть меняю. Поэтому в этом году, скорее всего, будет пару новых лекций. Поэтому там не все будет. При этом я стараюсь выкладывать все слайды до лекций. Поэтому там уже первые слайды есть. Если хотите, можете в телефон смотреть. Они на большой экран. По поводу практической части. Каждый год я меняю практическую часть. С одной стороны, это интереснее для меня. С другой стороны, студенты каждый год сами решают. Вот. Это одна из открытых задач обработки текстов. Открытые, значит, нет решения еще полного, стопроцентного. В этом году это будет выявление терминов и определения лексической многозначности. Я про это чуть позже расскажу по ходу. Рассказываю вообще задач обработки текстов. И у вас будет веб-интерфейс, в который нужно будет зайти. Мы вас там, наверное, зарегистрируем или сами зарегистрируемся. Посмотрим, как удобнее будет. И дальше нужно будет разметить часть данных. Но это тоже расскажу. Если вы про машинное обучение слышали уже, знайте, что там нужна обучающая выборка. Вот обучающую выборку студенты сами размечают. Причем все вместе в плане, что и на ВМК, и в вышке будет коллективная работа, и вам будут доступны все данные. Тестовую выборку мы размечаем. Соответственно, на ней тестируется, и вы будете присылать свои решения на Python, которые автоматически будут проверяться, и результаты будут выкладываться в общую табличку по мере качества. «Кто лучше сделал, тот молодец». При этом, если вы сможете сделать хорошее решение, попасть в топ среди всех студентов, так как у вас мало, это будет общий топ, вышка ВМК, можете посоревноваться с ВМК. Если вы пойдете в топ, то на экзамене к вам будет очень снисходительное отношение. В плане того, что я буду задавать меньше вопросов, а если очень хорошее решение сделать, то я автомат поставлю. Ну, в общем, как получится у вас. Так, теперь про Python. Ну, здесь вы знаете, что обзначимые пробелы. Используйте либо какой-нибудь IDE, типа Eclipse или IDE, или есть еще классная штука, называется Юпитер ноутбук, то что раньше бывало и Python ноутбук. Соответственно, можно в браудере писать. Дальше есть конструкторы словарей и списков. Словари в квадратных скобках, списки, соответственно, фигурных. Список — это кэш-таблица с ключом и значением. При этом, так язык не типизированный, можно и в списки, и в словаре засовывать данные разных типов, например, символы и цифры. Ну и доступ через квадратные скобки к элементам. Потом третий элемент списка или по ключу в словарь. Это вы все должны знать тоже. Дальше в Python очень удобная штука есть — это трансформация списков. Умеете так писать? Вы можете разобрать, что это. Тогда не буду рассказывать. Кому надо, кто будет смотреть, почитают Python. Ну и есть много стандартных функций. Функция zip позволяет взять два списка и каждый элемент с каждым как в молнии совместить. То есть первый с первой, второй со вторым и так далее. Здесь вот есть пример, который вам, скорее всего, пригодится. Очень часто нужно взять текст и сделать все пары слов, тройки слов и так далее. Вот как с помощью функции zip это можно сделать. Вот берем текст, разбиваем его по пробелам на слова. Вот они. У нас четыре слова, каждая из одной буквы. А дальше делаем следующее. Берем список без последнего элемента и список без первого элемента. И их соединяем с помощью функции zip и получаем все пары, которые у нас есть. В качестве теста домашнего задания можете попробовать сделать следующее. написать функцию, которая в качестве параметра принимает текст и число. А число, собственно, задает длину вот этих элементов, сколько здесь должно быть. Либо пара слов, тройки слов и так далее. Либо можете даже задавать два числа от двух до пяти слов и с помощью этой всей написать. Потому что zip принимает, в принципе, не только два списка на вход, он может принимать и больше списков. При этом, если его здесь поставить вначале там звездочку, то можно передавать список списков. Вот разберитесь. Потому что это пригодится для написания практической части. Понятно? Хорошо. Вы можете пользоваться всеми стандартными библиотеками. У нас, кстати, забыл сказать, с прошлого года надо использовать третий Python, а не второй. И вы можете использовать все стандартные библиотеки, которые есть в третьем Python. Плюс еще несколько библиотек нестандартных. Первое — это NLTK, Natural Language Toolkit. Здесь есть сайт, там есть книжка, как им пользоваться, куча примеров. Это библиотека для обработки текстов. Там есть много стандартных функций, которые позволяют легко сделать базовые методы обработки текстов, о которых расскажу в следующей лекции. Вот пример. Есть такая задача, которая называется токенизация, которая позволяет разбить текст на токены. Токены — это не только слова, но и знаки припинания и прочее. Например, Hello World. На прошлом слайде я разбивал пробелы, но в таком случае у нас останется мир с указательным знаком, что не очень хорошо, например, если вы будете словарей искать. Поэтому есть задача токенизации — отделить все эти знаки припинания, а иногда не надо отделять знаки припинания, например, если это сокращение типа Mr. с точкой. И вопрос, когда отделять, когда не отделять. Поэтому есть специальные методы и функции, которые говорят, когда отделять, когда не отделять. Вот это называется токенизация. Возвращает он список токенов. Вторая библиотека, которую вы можете пользоваться — это SakitLeon. Надеюсь, вы уже, наверное, знакомы с ней. Это, собственно, машинное обучение. Вот пример. Как с помощью наивного байсовского классификатора Галовского. Обучить его на вот таких данных и предсказать класс О0606. Он предскажет единичку. Переходим к третьей части, к основной, собственно. Про что курс? Есть вообще много классических задач, которые применяются обработкой текстов. Я расскажу про несколько стандартных. Первый — это информационный поиск. С информационным поиском вы все так или иначе встречаетесь. Когда вы ищете в Google или в Яндексе информацию, вам возвращается список страниц. Классическая задача формулировалась как по некоторому запросу пользователя — вернуть список наиболее релевантных документов. Релевантных — значит, что вы ищете то, что вам нужно. Понятно, что вы можете написать любой запрос на естественном языке и хотите получить документы, в которых есть ответ на ваш запрос в общем случае. Здесь есть некоторые ограничения. Все уже легко могут написать такие запросы, чтобы возвращалось то, что нужно. Обычно это ключевые слова вы выделяете автоматически, уже никто не задумывается. Когда так появлялось, это было некоторым искусством, как придумать ключевые слова, чтобы найти то, что вам надо. Вторая задача, связанная и похожая, — это извлечение информации. Если у вас есть много текстов, вы хотите извлечь какую-то структурированную информацию и положить ее, например, в реализационную базу данных, это будет задача извлечения информации. Например, вы хотите взять отчеты какой-нибудь большой компании и из них извлечь все по месяцам, например, с таблицей или просто из текста какие-то куски отчетов и сложить все в базу данных. Либо, например, взять новости и извлечь какие-то факты, кто какую компанию купил, и таким образом построить базу данных слияния поглощений. Вот это тогда задача извлечения информации. Следующий класс систем и вообще задача — это вопросно-ответные системы. Мы все про все из этих систем будем говорить более подробно. Вопросно-ответные системы — это тоже очень похожая штука на информационный поиск. Но задача ставится следующему. Есть запрос, может быть, на естественном языке или просто любой запрос, и нужно получить на него очень сжатый ответ с конкретным, возможно, какое-то конкретное значение. Например, вы ищете, в каком году началась Вторая мировая война, и вы хотите получить не список документов про Вторую мировую войну с описанием, а просто год — 1939, на самом деле, если мы говорим про мировую войну. Следующая — это классификация и кластеризация. С этим вы сталкивались в машинном обучении, но также есть в текстах. Когда у вас есть много текстов, вы хотите отнести какие-то к известным классам, например, классифицировать почту на спам и не спам. Вот задача классификации. Если у вас классов нет, а вы хотите просто сгруппировать документы очень похожие, то будет задача кластеризации. То есть вы не знаете, какие классы, просто хотите сказать, что похожие документы, вот хочу вместе. Следующая задача — автоматического аннотирования и реферирования. Реферирование — это задача, когда у вас есть множество текстов, и вы хотите построить краткое реферацию, про что эта коллекция или множество текстов написано. Аннотирование — это то же самое, но отличие в том, что для аннотирования вы генерируете текст, то есть он может быть более короткий, чем если реферат, когда вы берете из текстов какие-то куски и из них составляете реферат. То есть понятно, если реферирование, то это вы берете существующие тексты, из них извлекаете кусочки и составляете из этого реферат основных идей коллекции текстов или текстов. А аннотирование — это вы еще понимаете, про что это, и сами генерируете описание, аннотацию. Следующий класс — это диалоговые системы, которые позволяют вести вам с ними диалог. То, что сейчас популярный чат-боты, по сути, это диалоговые системы. Вы продолжаете поддерживать с ними дискуссию в течение какого-то времени. Ну и классическая задача, с которой вообще начиналась вся обработка текстов — это машинный перевод. Тоже поговорим на одной из последних лекций, как устроен сейчас машинный перевод. Понятно, что можно придумать кучу других приложений обработки текстов. Я обычно прошу здесь придумать еще три приложения, где вам поможет обработка текстов, чтобы все проснулись. Давайте, у вас как раз. — Я делал анализ анализа. — Ну, например, да, одна из задач — понять, есть ли какая-то эмоциональная окраска у текста и какая у нее тональность, позитивная или негативная. Сейчас очень полезно для понимания отзывов о товарах, например. Еще давайте. — Ну, возможно, лингвистический разбор каких-то отдельных слов. — Ну, для чего? У нас предложение такое. — А? — Приложение. — Приложение? Ну, например. Ну, стейминг, например, слов. — Стейминг, он для чего-то. Про это тоже поговорим, но про… Для чего вы его делаете? Сам по себе стейминг никому не нужен. — Ну, например, я хочу узнать, скажем так, свой лексикон, например, какое-то время, то есть на выбор каких-то сообщений. — Вы хотите узнать, какие слова используете, а какие не используются? — Можно сделать что-то, извини, что ты видел, на основе этого какую-то систему электронных отпечатков по тому, какие слова человек использует по его уникальному… — Ну, задача называется «Определение авторства текста». — Да. — То есть кто автор. Ну и, в принципе, можно, да, какие-то, может быть, психологические техники применять и уводить что-то о человеке. Ну, давайте еще одну. Есть? — Ну, аналогичный, первый высказанный — это определение тематики, то есть определение связанных документов. Ну, это, хотя подзадача, наверное, информационного поиска. — Ну, в принципе, да, это вообще задача тематического моделирования, я тоже об этом буду рассказывать. Когда вы хотите разбить документы на некоторые темы, причем темы могут пересекаться и так далее. Ну вот, в принципе, можно, понятно, можно придумать много приложений. В принципе, если вы работаете, то, скорее всего, в вашей работе тоже пригодятся все эти методы, которые я буду рассказывать, чтобы, если уж как-то за документами взаимодействие есть, имеет смысл автоматизировать это все. Один раз я рассказывал эту лекцию не технической аудитории, спросил, также сказал, что можно на любой работе применить. Один парень сказал, что я работаю в Макдональдсе, как мне применить обработку текстов. В общем, затронул. Так. — Макдональдс на отзывы у себя на сайте отвечает, и у меня такое ощущение, что это очень автоматизировано, потому что ответы там такие. — Ну, в принципе, если вообще Макдональдс компания говорит, то тогда, конечно. А если говорить, что я на кассе стою, как мне помолирает текст. В общем, вот. Итак, чтобы понять, в чем сложность обработки текстов, нужно взять какое-нибудь приложение, из тех, которое я рассказывал, или любое другое, и попробовать его сделать. Ну вот давайте возьмем приложение, для интереса это вот интеллектуальный ассистент Siri из айфонов. Вы можете, по сути, это вопросно-ответная система, с одной стороны, с другой стороны, диалоговая система, которая может продолжать некоторый диалог. Ну, вы спрашиваете некоторый вопрос, например, или даже задачу даете, и система делает действие, понимает, что вы хотите, и делает действие. Собственно, есть четыре уровня обработки текстов. В принципе, можно больше выделять, но вот стандартные, которые вам придется столкнуться. Первое – это по-мофологически, когда вы работаете на уровне слов. То есть слова могут быть одни и те же, по-разному сочетаться, могут быть в разных падежах, числах и так далее. Ну вот, если говорить про формальную обработку, вот есть АМ и АМ, и нужно понимать, что это одно и то же, и как-то разбирать, чтобы машина понимала. Если говорить про русский язык, то там много падежей и, ну вот, например, множественное число. Кошка, кошки, дно. Знаете множественное число для дна? Есть. Ну, русский, как же нет. Вообще, множественное число – донья. Так что, теперь вы знаете. Люди даже не знают, а вам нужно научить все это в машину, чтобы она умела это разбирать. Следующий уровень – синтаксический. Когда у вас есть предложение, там все слова написаны морфологически правильно, но само предложение может быть написано неправильно. Вот есть пример. Один черный кофе, один сладкий булка. Понимаешь, все слова нормальные, а синтаксические предложения неправильно построены, потому что есть зависимость. И вот здесь нужно разбирать и уметь, если вы генерируете текст, понимать, как синтаксически правильно генерировать. Если разбирать синтаксис, то, соответственно, понимать, что приложение правильное или неправильное. Об этом мы будем говорить через несколько лекций. Следующий уровень – семантический. Когда у вас есть текст, и вы хотите понять нечто похожее на его смысл. Такой смысл формально не определяется, но, тем не менее, есть множество задач. И чтобы было просто понятно, что это… Например, вы спрашиваете у системы, сколько китайского шелка было экспортировано в Западную Европу в конце XVII века. Система должна понимать, что такое китайский шелк, что он китайский, что он экспортирован, что и Западная Европа, и еще XVIII век, и при этом вам все ответить. Понятно, что здесь нужны какие-то внешние знания о мире, и при этом нетривиальный разбор. При этом выделяют лексическую композиционную семантику. Лексическая семантика говорит о значениях отдельных слов, лексических единиц, что такое Европа, может быть, Западная Европа. Композиционная семантика рассказывает, как, комбинируя термины и слова, получить новые смыслы, как вообще слова комбинируются, откуда берутся новые значения у этих слов. Например, есть data mining, данные понятно, mining — это раскопки, а data mining — это область науки, а отдельные слова сочетаются, и получаются новые термины с абсолютно другим значением. И по усложнению идем в следующий — это прагматический уровень или дискурс. Здесь уже есть некоторый диалог, и если мы спрашивали про китайский шелк в XVIII веке, можете спросить дальше, сколько тогда было штатов США. Тогда имеется в виду в XVIII веке. То есть вы должны уметь связывать в дискурсе разные слова, отсылки к словам и так далее. Вот этим занимается задача установления корреферентности, то есть отсылки на одинаковые значения разных слов. Основная проблема при этом — это многозначность. То есть на всех уровнях есть многозначность. Вот такой пример шутливого стежка с словами в разных значениях. Причем здесь есть многозначность и лексическая, и морфологическая в плане, что есть глаголы и существительные. Но давайте чуть более подробно по всем уровням пройдемся с точки зрения многозначности. Первое. На морфологическом уровне у вас слова могут быть в разных частях речи. Вот примеры «мой нос» и «мой руки». В первом случае это притяжательное местоимение, во втором — это глагол в поведительном наклонении. Для английского языка это более характерно. Практически… Я представил когда-то эксперименты, брал слова длины 3-4 в английском языке и смотрел, есть ли они существительные, есть ли у них глагол. Оказалось, что у меня слово «dog» есть глагол «to dog» — «выискивать», «вынюхивать». Ну, это практически любое слово можно взять и посмотреть, и можно средствами языка сделать из него глагол. Соответственно, когда вы разбираете, нужно понимать это, что было. При разборе задача ставится как определение частей речи, по-английски «part of speech tagging». Вот через лекцию мы будем говорить про алгоритмы определения частей речи. Следующий уровень — синтаксический. Здесь тоже можно для одинаковых предложений, правильно написанных, получить несколько разборов. И при этом получить даже разные значения. Вот, например, мужу изменять нельзя. Кто не должен изменять, муж или жена? В зависимости от разного разбора вы получите, что мужу нельзя изменять, либо жена не должна изменять мужу. Ну, и вот там несколько примеров дальше для русского и для английского. Задача, которая ставится здесь, правильного разбора, называется синтаксический разбор, по-английски парсинг. Мы тоже будем этим заниматься. На уровне лексическом, ну, семантическом есть лексическая многозначность, которой вы будете заниматься в рамках практической части. И здесь есть следующие понятия, как аммонимия, это Сашкова вы должны знать, и чуть более общее понятие полисемия. При этом, если чуть вдастся в лингвистику, то аммоним — это частный случай. Полисемия, то есть аммонимы — это слова, которые пишутся одинаково, имеют разные значения. Сашкова вы знаете. Многозначность — это то же самое, что у одного слова может быть несколько значений. При этом у аммонимов лингвистически нельзя было проследить одинаковый корень. Например, здесь есть ключ в смысле родника и ключ в смысле замочную скважину. У них ничего общего нет. А если взять платформу, слово — это тоже многозначное. Бывают ботинки на платформе, политическая платформа, экономическая платформа. Но, по сути, понятно, что это некоторая база, на которой все строится или все состоит. То есть есть некоторый общий корень. Я это не буду спрашивать на лекции, это для общего образования информация. Есть еще семантическая многозначность, когда слово используется в переносном смысле. Например, «леса» как «хитрый человек». В этом году у вас будет практическая часть. Вы должны будете найти в тексте термины и определить их значения, если они многозначные. И этим вы будете заниматься. То есть вот этой частью. При этом, так или иначе, вам придется посмотреть на предыдущий уровень и, может быть, на следующий, чтобы правильно, если вы хотите хорошо решить задачу, вам нужно будет всю многозначность уметь понимать и разрешать. — У нас же как-то английский НЛТК получается, что НЛТК вроде с русским не особо дружит? — Будет на русском. Все задания на русском. НЛТК дружит с русским до какого-то уровня. А все, где не дружит, мы дадим API к нашей системе текстера и расскажем, какие пользоваться. Просто исторически я стараюсь делать именно задачи для русского языка. Заодно таким образом. — Уже сложнее. — Ну, интереснее, конечно. — У нас есть более подходящая платформа, пайморфи, которые были изначально для русского языка. — Ну, пайморфи он много чего не умеет. — Не умеет? — Ну, он на мифологическом уровне хорошо работает, а дальше выше ничего нет. Из названия следует, кстати. Ну и последний уровень — прагматический, когда у вас нужно понимать контекст, в котором встретилось, чтобы разрешить многозначность. Например, огонь в армии или в комнате — это разные вещи. Если кто-то кричит «огонь в армии», скорее всего, стрелять надо, а если в комнате, то бежать надо. То же самое для английского. Очень часто бывает «you have a green light». Это можно перевести как «даю тебе зеленый свет» или «у тебя есть зеленый фонарик». В зависимости от контекста. Вопросы есть? Вот пример сложности многозначности. Это старый-старый пример перевода Help'а для Windows 95, по-моему, на английский и на русский, и так пару раз. Вот система, которая плохо работает с лексической многозначностью, выдала достаточно забавный текст. Вот, в общем, можете почитать, ознакомиться. В принципе, он намного длиннее, потому что это Help'а. И его легко найти на просторах интернета. Я только вчера на дне вышки встретил магистранку, которая английский мучается, и она потерялась в Москве и пыталась Google Translate с людьми общаться. Это было очень весело. Выжило? Мне пришлось ее отвести. Хорошо. Так. Ладно. Какие промежуточные выводы можно сделать? Первое, что естественный язык, его основная сложность состоит в том, что он многозначен на всех уровнях. И при этом вам нужно, чтобы разрешить многозначность, использовать контекст. А формально, что такое контекст, очень сложно определить. Для человека это, естественно, понимание контекста. Для компьютера задача очень сложная. И для вас будет задача сложная определить, что такое контекст. При этом также важны некоторые знания и рассуждения внешние по отношению к текстам. То есть понимание, как в примере с Западной Европой, а что же такое Западная Европа. При этом очень важно понимать, что несмотря на всю эту сложность, иногда работают очень простые техники. Вы, наверное, слышали про принцип Бритта Лакама. Знаете такую философскую концепцию? Не плодите сущности без особой надобности. Я точно не помню формулировку, но суть такая. Здесь я специальности хочу подчеркнуть, что часто, когда у вас будете решение задавать, лучше использовать сначала грубые признаки и только потом переходить к более сложным методам, потому что грубые признаки могут дать лучшие результаты, чем сложные методы. Здесь есть такая история, что у меня мои студенты, которые у нас на семинаре учатся, часто берут сложные статьи, их реализуют, и в итоге в списке оранжирования решений находятся во второй десятке, но у них действительно очень сложные и классные решения. А первые выигрывают те, кто взяли очень простые методы и сделали. Надо было соревнования по анализу, да. Вот у вас будет такое же соревнование, вы пропустили сначала здесь по анализу текстов. В общем, ну, похожая вещь, но не на когли. Это отдельная наша система. Поэтому попробуйте сначала грубые вещи и грубые признаки, то есть то, что можно действительно сделать за один день и, скорее всего, у вас будет неплохое решение. Поэтому не надо заморачиваться сначала. Если потом захотите, поймете, почему у вас не работает решение и его улучшите, тогда это будет лучше, чем если вы сразу сделаете что-то очень сложное, потом с этим будете долго мучиться. И еще немножко поговорим про то, что такое понимание. Ты говорил про смысл и прочее. Вообще вопрос, может ли, это уже область искусственного интеллекта, вот если мы научим систему понимать текст, будет ли она искусственным интеллектом. Ну, и здесь есть тест тюринга. Наверное, слышали о таком тесте. Суть заключается в том, что если человек будет общаться и не будет знать, с кем он общается, с машиной или с другим человеком, и не сможет отличить машину от человека, то тогда тест тюринга будет пройден. Ну, есть даже соревнование, называется, по-моему, премия Лёбнера, которое заключается в том, что подготовленные эксперты в несколько садятся и разговаривают с кем-то, и если систему нельзя будет отличить в течение, по-моему, 30 минут от живого человека, то тогда будет выплачен сколько-то миллион долларов. Ну, и там есть три уровня. Первый — это чисто текст невидимый, второй — это когда голосом общается, и третий — это когда еще видео показывается. Ну, и вот несколько лет назад в новостях было, что почти кто-то получил премию Лёбнера, то ли из России, то ли из Украины. Команда, которая сделала бота, который притворялся 10-летним мальчиком из Одессы, и у них там несколько секунд не хватило, чтобы пройти ее полностью. Но это, кстати, ничего не значит. Вот они сделали, вроде как тест почти прошли, а искусственный интеллект как не было, так и нет. Поэтому здесь есть критика теста Тьюринга, и это вот китайская комната. Заключается идея следующая. Вот представьте, что человек в комнату, полностью изолированную от внешнего мира, он не знает китайский. И даем ему любые правила, как работать с китайским языком. То есть книги, словари и прочее. Дальше ему передается через маленькую щелочку записка на китайском, он ее берет, и с помощью этих книг возвращает ответ. Он тоже на китайском, но с помощью правил преобразования. При этом человек абсолютно не понимает китайский, но умеет отвечать. Соответственно, такой формальный алгоритм, по алгоритму он идет. Является ли его ответ интеллектуальным? Очевидно, что нет. Есть критика китайской комнаты, что на самом деле это комната плюс человек, плюс вот это все знания вместе, это вот это уже интеллект искусственный. Есть критика критики китайской комнаты, можете в Википедию почитать. Про это все дело. А по поводу общения чат-ботов, вот в 66 году была сделана система Элиза, которая притворялась психиатром. И вот есть стенограмма чата с ней. Когда человек приходит, говорит, что я несчастлив, она спрашивает, как долго, ну и так далее. Вполне себе осмысленный диалог ведет. При этом на следующей лекции я покажу, как сделать такую систему, чтобы достаточно просто, и она у вас тоже будет работать. По поводу вообще, что сейчас происходит в мире. Вообще, сейчас очень популярно уже использовать и разговорных агентов. Некоторые авиакомпании позволяют заказывать билеты по телефону автоматически. При этом можно задавать голосовые команды в автомобилях и телефонах. Очень удобно, что не надо. Ну, все знают уже сейчас «Окей, Google» и дальше команду надо сдать. Есть информационный поиск, причем многоязыковой. Когда вы задаете вопрос на одном языке, получаете документы на любых языках, которые, главное, отвечают на ваш вопрос. Есть переводчики, которые позволяют вам переводить страницы. И причем они, ну не знаю, в Москве ориентироваться с помощью Google Translate. А вот у меня жена плохо знает английский, но при этом вполне себе могла заказывать на англоязычных сайтах всякую дребедень с помощью Google Translate. А я на себе почувствовал, что технологии уже достаточно развиты. Ну и вот есть как раз мнение предпочтений. Здесь уже озвучивалась задача. Можно анализировать отзывы. И это тоже очень популярная задача, которую много людей делают. Она, с одной стороны, в каких-то областей решена, для каких-то нет. В принципе, перспективное направление. При этом есть задачи, которые вы, как программисты, должны будете решать. Не только в области текстов, но и в принципе. Но в частности, в области текстов есть специфичные задачи. Первая связана с тем, что количество текстов растет, и вообще количество данных растет. Должны такие инструменты, которые позволю бы обработать их. Много этих текстов и достаточно быстро. То есть это распределенные инструменты. И то, что называется большими данными, big data, разрабатывать. Нужны средства, которые позволят вам много-много текстов анализировать. Второе направление, которое сейчас возникло, это обработка неформальных текстов в интернете, в частности в социальных сетях. Если вы возьмете, сравните, например, текст художественной литературы или новостей с текстом комментариев к этим новостям, то заметите, что это язык абсолютно другой. Но если никогда не видели, откройте ленту, например, ru и почитайте комментарии. Все откроете много нового и поймете, что вы ничего не понимаете, что там происходит. Либо какой-нибудь специфичный форум, в котором тоже свой язык. Здесь нужно уметь и такие тексты обрабатывать, в принципе. Ну и третья задача, которая сейчас стоит, это уметь извлекать знания из всего этого большого объема текстов, чтобы дальше с помощью этих знаний, опять же, их более качественно анализировать. В принципе, можно больше придумывать задачи. Ну вот это те задачи, которыми мы занимаемся в отделе и, в принципе, разрабатываем для этого инструменты. Ну и резюме первой лекции. Что первое, чтобы понять вообще, какие проблемы возникают, нужно взять какую-то задачу открытую, обработки текстов, и попробовать ее решить. Именно для этого я вам даю практическое задание, чтобы вы лучше поняли, какие же там возникают проблемы. Все наши методы будут основаны на формальных моделях, которые будем применять. Здесь потребуется знание некоторого математического аппарата, который у вас, я надеюсь, есть. При этом источники лежат в нескольких науках. Это там и компьютерной науке, математике, но также в лингвистике, психологии, электротехнике и так далее. Мы будем больше основываться на математике, чем на других науках. Если вы хотите почитать что-то и найти какое-то решение ваших задач, то есть список конференций, журналов. На русском есть конференция «Диалог» ежегодная. Она здесь проходит в Подмосковье обычно, и там много есть публикаций, но они тоже, по-моему, англоязычные сейчас, именно по компьютерной лингвистике. Вот здесь есть много статей по компьютерной лингвистике на английском с конференцией. По курсу. Вот есть первая книга по курсу вот этого «Speech and language processing». Она на английском. Это есть только на английском. Если надо, поищите в интернете. И вторая книга тоже на английском «Foundation of statistical natural language processing». Из нее тоже будет несколько лекций. Здесь надо ссылку исправить. Есть на Курсере стэнфордский курс по обработке текстов, который читает Юравский, автор первой книги. Первый автор первой книги. Но у него там более сжатый курс, более широкая аудитория рассчитанная. Его тоже можно найти. Он из Стэнфорда. И на следующей лекции я вам расскажу немножко про регулярное выражение конечного автомата. Вы должны уже что-то знать из этой области. Но я вкратце напомню. И поговорим про базовые задачи обработки текстов.